Забыть невозможно. Международный студенческий турнир по футболу Кубок Героев Чернобыля проходит в Гомеле. Чуть не потеряли очки. Судьба мини-футбольного матча БЧ Дорожник решилась за две секунды до финального свистка. Попрощались красиво. Хоккейный клуб Гомель перед отпуском устроил матч дружбы с участием болельщиков. В спорт с малых лет детские соревнования по легкой атлетике и кросс для юных спортсменов состоялись в Гомеле. В чемпионате Беларуси по футболу сыграно три тура. Футбольный клуб Гомель уже вкусил все возможные исходы матча. Стартовали гомельчане с победы над Белшиной 2-0. Затем нулевая ничья с Неманом и поражение в гостях у Бате 0-2. Ну а пока зелено-белые гастролировали в Борисов, футбольная жизнь областного центра не прекратилась. В эти дни Гомель принимает пятый международный турнир по футболу среди студенческих команд Кубок Героев Чернобыля. Эти соревнования ежегодно проводятся в одной из стран наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС и устраиваются в годовщину трагедии. Собственно, состязания стартовали в понедельник, а накануне, 26 апреля, участники и организаторы побывали в Брагине, где на торжественном митинге реквиями почтили память жертв Чернобыля. В три часа дня центральная площадь поселка заполнилась людьми. Они обступили памятник ликвидатору Василию Игнатенко и монумент отселенным деревням. Брагин – центр одного из наиболее пострадавших от чернобыльской беды районов в Гомельщины. После аварии район потерял две трети жителей и населенных пунктов. Огромная часть площадей стала непригодной для жизни. Авария на ЧАЭС унесла жизнь и забрала здоровье многих людей, вступивших в неравное противостояние с катастрофой. В память о них – минута молчания, цветы и венки. Чернобыльская трагедия настолько общая, что объединяет людей даже из дальних стран. Не обошлось и без подарков. От областной федерации футбола и управления спортом местным подрастающим футболистам вручили комплект мячей, который они тотчас успешно протестировали в деле. Теперь играть в футбол будет еще приятнее. Кубок Героев Чернобыля – это именно как такая дань уважения тем людям, которые 29 лет назад отдали свои жизни и свое здоровье на ликвидацию этой катастрофы. Ну а спорт – это как продолжение жизни, здоровый образ жизни. Спорт во все века был посланником мира. А футбол – один из самых массовых и популярных видов спорта. Поэтому он и избран для привлечения внимания к чернобыльским проблемам. На пресс-конференции, посвященной турниру, присутствовали как его организаторы, так и те, кто непосредственно был в Чернобыле в тот страшный день. Они знают, как это было не понаслышке. Чтобы закрыть эту трагедию, люди со всего Советского Союза просились на Чернобыль, шли в эшелоны оказать помощь, уберечь ситуацию. Это памятно исторически. И на этой эпопее, вот на трагедии, на героик, которые проявили люди в то время, в те дни, мы должны уделять особое внимание и воспитывать нашу молодежь. Год мы готовились к этому турниру. Готовили приказы, распоряжения, были планы совместные, готовилось положение, готовились объекты для проведения соревнований, питания, проживания. Я думаю, что наши участники соревнований оценят тот большой труд, который вложили организаторы и непосредственные исполнители. Ну а в понедельник стартовали, собственно, соревнования. Участники – команды Гомельского университета имени Франциска Скорины, Госуниверситета учебно-научно-производственного комплекса из Российского Орла, Киевского национального торгового экономического университета и Технического университета Молдовы – Кишинев. В течение трех дней команды проведут однокруговой турнир. Матчи проводятся на стадионе 8-й спортшколы на улице Сожской в первой половине дня. Кстати, в стартовом поединке гомельчане разгромили молдаван со счетом 5-0. Победитель же всего турнира определится 29 апреля. Завершился молодежный чемпионат Беларуси по мини-футболу. Победу в первенстве одержали футболисты команды ЦКК-2. И это уже второй их подобный успех. А вот у первой команды из Светлогорска все с точностью до наоборот. В предпоследнем туре регулярного этапа чемпионата высшей лиги ЦКК проиграл охране «Динамо» и потерял все шансы остаться в элите. Гомельский СМП-354, борющийся за выживание в вышке, уступил Борисову 900-34. У ветразей белорусской чигунки дела куда лучше. Место в плей-офф они себе обеспечили уже давно. И сейчас остается только узнать, какое место займут в итоге и кого получат соперники в нокаут-раунде. В минувшем туре ветразь дома крупно переиграл Лунинецкий базар 12-2. А БЧ принимала на своем поле еще одного участника плей-офф – столичный дорожник. Перед стартом тура БЧ занимала в турнирной таблице четвертое место. В тренерском штабе железнодорожников уверены, что, скорее всего, соперником в одной четвертой финала будет столичный Мопит, идущий пятым. И чтобы сохранить за собой четвертую позицию и иметь преимущество своей площадки, гомельчанам надо было обязательно побеждать. Тем более, что Мопит сумел взять три очка в игре с Литцельмашем. И в Гомеле об этом знали. Матч с дорожником не обещал стать легкой прогулкой. И на 14-й минуте ситуация усложнилась. Гомельчане ошиблись недалеко от своей вратарской, чем и воспользовались гости. 0-1. Реальная возможность отыграться у гомельчан появилась через минуту. Пенальти в ворота дорожника заработал Дмитрий Рябцев. Но реализовать шестиметровый Никита Андреевский не сумел. После забитого мяча дорожник сел в защиту. Причем столичные футболисты оборонялись умело. Моменты железнодорожников можно было пересчитать по пальцам. Однако избежать ошибок подопечным Валерия Дасько не удалось. За четыре минуты до конца минчане потеряли мяч в атаке. Дмитрий Кацуба протащил его через всю площадку. Ударил сам. Голкипер с первым ударом справился, а вот с добиванием не сумел 1-1. Казалось, что игра идет к ничейному исходу. Но минчане сами себе навредили. Череда грубых ошибок гостей у своих ворот и Андрей Черниенко за две секунды до финальной сирены приносят победу гомельчанам. Как и ожидалось, сложилась такая упорная, сложно повели в счете. Но две грубейшие ошибки нашего ведущего футболиста привели в взятие. Соперник имел за два тайма минимум моментов. Спорный пенальти и три момента за игру. Ну, сказать, у нас тоже мы ничего особенного не создали. Но во втором тайме особенно там было две-три хорошие контратаки. После этой победы БЧ гарантировала себе четвертое место по итогам регулярки. Четвертое место и преимущество своей площадки в матчах против Мопида. Несмотря на то, что все мысли уже о плей-офф, в заключительном туре железнодорожники расслабляться не намерены. Да и перед стартом плей-офф есть над чем поработать. Первая игра с охраной в заключительный тур. Естественно, там никто не будет в рука валять. Будем играть за три очка. Но в уме мы держимся, естественно, мяч с напидом, немножко просматриваем их, добываем диски, кассеты и готовимся психологически. Есть какие-то внутриколлективные моменты, тонкости, но они не настолько большие, которые мы исправляем и над которыми мы работаем. Глобальных, глобальных, скажем так, сильных проблем, то я не вижу. Единственное, опять же, что немножко нас подкосил или травма. Сегодня Коцур, Волков выбыл на конце сезона. Окончательно завершен хоккейный сезон. Хоккеисты ушли в отпуск. Красиво попрощался с болельщиками хоккейный клуб «Гомель». В субботу в Ледовом дворце состоялся матч дружбы. В составах команд были как игроки основы, так и подрастающее поколение. И что самое интересное, просто болельщики, любители хоккея. Такая вот получилась сборная солянка. При этом обильно приправленная развлекательной программой. Были и нотки ностальгии, а в символическом зале славы клуба появилась майка Андрея Шевелева. Впрочем, смотрите сами. Мероприятие началось при выключенном свете. Видеоряд на экране пронес игроков и болельщиков через памятные моменты ушедшего сезона. Многим наверняка взгрустнулось. Но что поделаешь, зато у хоккеистов долгожданный отпуск. Прощание со льдом ознаменовалось торжественным событием. В символический зал славы клуба подняли игровой свитер Андрея Шевелева, выступавшего за «Гомель» в начале 2000-х годов, любимца публики того периода. Сам Андрей присутствовал на церемонии. В зал славы его ввели под вторым номером, после Андрея Андреевского. Ну а далее, собственно, начало матча. В каждой из команд одинаковые пропорции профессионалов и любителей. Выдумывать специальные названия не стали. Все просто. Черные и белые, по цвету формы. Черных возглавил главком команды экстралиги Александр Андреевский. Белые играли под руководством тренеров Александра Шумидуба и Александра Полищука. Дабы никого не утомлять, время матча сократили. Первые два периода играли 10 минут, причем грязных. Заключительная треть длилась и вовсе 5 минут. Плохо, что чуть-чуть. Короткое время было. Хотелось еще поиграть. Но ничего, было здорово. Я смотрю, и любителям понравилось, и зрителям. Понятно, для профессионалов это семечки. А вот любителям и молодым хоккеистам пришлось попотеть. Даже при том, что старшие товарищи им явно поддавались. Катались в полсилы. Ну очень тяжело. Надо тренироваться, стараться, чтобы потом играть на их уровне. Но вообще сейчас тяжело очень было. Опыт приходит, как сказать, со временем. И вот это был опыт. Ну для меня. Практика. В перерывах между периодами публике тоже не давали скучать. Организаторы подготовили ряд конкурсов, в которых участвовали и хоккеисты, и болельщики. При этом за победу в конкурсе в актив выигравшей команды записывалось очко, равнозначное голу в игре. Позитивно очень. Интересно посмотреть на наших болельщиков, как они играют. Ну я думаю, что и нам было весело, и им как бы. Всем понравилось. Самое главное настроение, чтобы было хорош. Позитив. Позитива хватало всем. Опытные развлекались. Играли играючи. Пардон за тавтологию. Подрастающие и любители учились. Кстати, не было предусмотрено удаление из-за фолы. Вместо этого назначались булиты, что для новичков также стало хорошей возможностью попрактиковаться. В общем, атмосфера на арене царила дружеская. А удивительный момент. Да, сегодня вот нашего профессионала, вроде любитель какой-то прямо скосил. Это волчка Пашова. Я считаю, удалять надо было. Не удалили что-то. Игра завершилась со счетом 4-3. Выиграли белые. Однако счет по конкурсам был 2-3 в пользу черных. Таким образом, в сумме вышло 6-6. В матче дружбы, случайно или нет, победила дружба. Увенчалось мероприятие чествованием лучших игроков сезона в отдельных номинациях, мастер-классом по исполнению булитов для болельщиков и, конечно, фотографированием на память. Теперь хоккеисты ушли в заслуженный отпуск. Что ж, хорошо отдохнуть и до встречи в следующем сезоне. Спорт с малых лет. Соревнования детская легкая атлетика среди воспитанников начальных классов общеобразовательных школ прошли в Гомеле. Спортивное мероприятие для детей инициировала Гомельская областная организация Белорусской Федерации Легкой Атлетики совместно с профильным центром Олимпийского резерва и при поддержке Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций. Программа детская легкая атлетика развивается в ряде городов нашей страны с 2009 года. С 2012 список пополнил и Гомель. Соревнования, хоть и проводятся в игровой форме, все же требуют от ребят определенных усилий. Дети упражняются в метаниях, беге, прыжках, при этом используется специальный детский спортинвентарь. Для участников это маленький праздник, в котором, кстати, все без исключения не только получают положительный эмоциональный заряд, но и награждаются. Детская легкая атлетика – мероприятие, направленное на популяризацию спорта и вовлечение в занятия им детей. Они попробуют себя в различных видах легкой атлетики. Это бег, прыжки. Значит, с тем, чтобы, во-первых, они и посмотрели, что это такое, ну а с другой стороны, здесь посмотрят и тренеры, с тем, чтобы заметить те звездочки, которые впоследствии могут стать ведущими спортсменами нашей страны. А тем временем на набережной Сожа соревновались в беге ребята повзрослее. Здесь состоялся легкоатлетический кросс, посвященный памяти Владимира Макаренко, бывшего руководителя Гомельского областного физкультурно-спортивного клуба профсоюзов. Владимир Макаренко ушел из жизни в апреле 2010 года. Коллеги помнят его как грамотного руководителя и просто замечательного человека. И поэтому вот уже четвертый год проводят массовое спортмероприятие в его честь. Участники – воспитанники профсоюзных спортивных школ. На этот раз их собралось 350 человек. В зависимости от возрастной категории ребята соревновались на дистанциях 500 и 1000 метров. Зачет как личный, так и командный. Но главное, конечно, не победа, а участие. Это доступно всем, это действительно хорошее сегодня мероприятие. Я думаю, это будет приятно детям тоже здесь пообщаться, познакомиться, проявить себя в плане как с характером спортивным, ну и каких-то достичь достижений. В своей маленькой, но пускай и такой вот скромных таких соревнований. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Сергей Негиревич. Удачи в делах и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok